Добрый вечер, дорогие друзья! С вами снова я, директор арт-центра МПГУ Ксения Голушко. Проведем этот чудесный субботний вечер вместе. Напоминаю, что арт-центр шоу дает нам с вами возможность посетить концерты, не выходя из дома. Сегодняшний выпуск получился у нас лиричным. Мелодичные песни и плавные танцы. Одним словом, весна. Все требует нежности и любви. И дабы не забыть, что такое человеческое общение, мы решили созваниваться с нашими выступающими и брать у них пару слов о номерах, что нам сегодня предстоит увидеть. Открывает наш выпуск арт-центр шоу чудесный дуэт двух замечательных девушек Дарьи Данилиной и Евдокии Ревичкиной. И сейчас у нас на связи Дарья Данилина. Всем привет! Привет, Ксюша! Ну, дуэт наш, такой творческий дуэт двух девушек, которые хотели попробовать попеть вместе, что-то новое привнести в наше творчество, в творчество нас обеих. Песня про то, как трудности, которые возникают на нашем пути, растят в нашу душу, помогают нам преодолеть все наши тяготы, которые случаются на нашем пути, о том, как наша душа расцветает благодаря всяким трудностям, которые возникают на ее пути. Песня про то, как душа растет. Слушай, ну, в нашей ситуации, как душа растет, это, по-моему, очень к тему. Учитывая, что все сейчас заперты дома, у всех есть время подумать и о своей душе в том числе. Буду искренне рада, если после вашей песни люди действительно задумываются о своей душе в целом. Расскажи небольшую предысторию, почему именно этот трек и именно вообще эту композицию ты решила взять, естественно, не такими. Помимо того, что песня очень красивая и в ней можно по-разному раскрыть наши голоса, песня оказалась очень кстати и по смыслу каждой из нас она очень подошла. Поэтому мы сошлись в этом. Ой, это прекрасно, что случился такой замечательный тандем. Да, это безусловно. Да, мне огромное спасибо за это. Расскажи, знаешь что, какие плюсы-минусы для себя вынесла из самоизоляции? Это самый, видимо, просто сейчас популярный вопрос. Но так в двух словах, скучаешь ли ты, мучаешься, потому что кто-то там ноет, что с ума сходят от скуки, кто-то наоборот сейчас и что он дома. У тебя какие ощущения? Ну, у меня стадии прохождения самоизоляции, так сказать. Принятие, отрицание, что там еще? Да, сначала было полное отрицание, недели две-три, когда полностью хотелось быть, ныть, поскорее бы выйти. Не хватало ритма жизни повседневного, не хватало движения, не хватало спешки куда-то. Постепенно сейчас уже приходит принятие, так скажем, и появилось больше счастья, что ли, от того, что находится какие-то время для дел, время для того, чтобы поспать. В принципе, домашняя работа разделена примерно так, что я все вроде как успеваю. И сейчас, наверное, следующая стадия будет отрицание того, что надо выходить. Уже, в принципе, стало хорошо сидеть дома, больше времени для творчества, для просмотра фильмов. Пожалуй, плюс это умение себя самоорганизовать в непростое время. И умение общаться с близкими в четырех стенах без разбавления коллектива. Это тоже многому учит. Согласна, конечно. Я тебя благодарю за наш разговор. Я думаю, что сейчас наши друзья, которые будут смотреть Арт-центр Шоу, с удовольствием выслушают ваш посыл о том, что нужно всегда беречь душу, как-то развиваться ею. Поэтому до встречи на вашей замечательной песне. И я думаю, что в следующих выпусках мы еще не раз к вам вернемся. Так что спасибо тебе большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дорогие друзья, завершает наш замечательный арт-центр-шоу студия исторического танца «Феникс». И вы не представляете, кто у меня сейчас на проводе. Ее руководитель Мария Суркова. Итак, Маша, привет! Здравствуйте, Ксения! Как твои дела? Хочу тебя для начала спросить. В принципе, все хорошо. Сидим дома. Это хорошо. Слушай, ну, у меня на самом деле к тебе творческие вопросы в основном. Мне, конечно, хочется побольше узнать именно о твоей студии. И почему именно исторический танец? Это такая история хрупкая, потому что исторический танец нужно воссоздать не только с точки зрения лексики, хореографии, но и с точки зрения костюмов. Даже ментальность должна быть та, которая была у людей, когда они танцевали этот танец. Что касается самой культуры, да, мы стараемся знакомить, да, и с этикетом. Единственное, мы берем этикет именно ближе, так, конца 19-го века, даже, может быть, 20-го, потому что на самом деле, если его читать, изучать очень так внимательно и брать вот по всем полостам танцев и историческим эпохам, которые мы берем, он очень разнится. Вот, поэтому, соответственно, оставляем где-то вот последнее, так, плюс-минус даже ближе, наверное, и к нашим современным, или то, что остается, скажем так, знакомо по книгам, по каким-то классическим произведениям. То, что очень часто создают и в фильмах, вот, то есть, да, что знакомо, скажем так, людям. Вот на таком этикете останавливаемся, и, в принципе, на самых первых занятиях у нас идет, да, там, как кавалер должен прийти к даме, ее пригласить, как дама отвечает эмберансам, и на протяжении всех занятий даем небольшие такие, да, заметки, как следует и дальше держать себя на балу. Слушай, чудесно! Я надеюсь, что благодаря этим занятиям у нас молодые люди и девушки будут вести себя достойно, в принципе, везде, неважно, что они танцуют и где они находятся. Расскажи, пожалуйста, сколько человек у тебя сейчас в коллективе, и, кстати, вы проводите какие-то онлайн-занятия? На данный момент онлайн-занятия не проводим. В принципе, это довольно-таки сложно, потому что большинство танцев идет парные. То есть, конечно, можно заучить какие-то небольшие движения, но отрабатывать все равно их желательно в паре. Переходные танцы есть, когда мы учим определенный кусок движения, и он повторяется на протяжении всей мелодии, но пары постоянно меняются. То есть, когда я раздаму подставлюсь одним, тут же идет смена танцуем с другим. То есть, а переходы тоже надо отрабатывать. Естественно, не сможем это делать дома поодиночке. Слушай, а у меня, знаешь, какой еще вопрос возник? А вы во время репетиции, то есть, когда вся уже история идет, то есть, вы вживаетесь в роль настолько, что вы такие уже сударь. Не хотите ли вы оттанцевать то-то? Или пора домой, друзья? Вы разговариваете случайно так, нет? Бывает, бывает. Но это зависит также от самих участников. Ну, я думаю, что это никак не мешает в дальнейшей жизни. Нет, конечно. Это, наоборот, очень гармонично. Слушай, у меня будет такой еще наводящий вопрос. Почему именно шахматный вальс? Расскажи немного об этом. И музыка. Какую музыку вы подобрали под этот замечательный номер? Так, шахматный вальс. Музыка там «Сверидов метель». Схема, на самом деле, нами была подсмотрена на другом балу, потому что мы посещаем и другие балы. Собственно, это было на балу. Не сильно возбраняется, что вы взяли другую схему из пала, там, другого? По идее, нет. К тому же мы спокойно говорим о том, что, действительно, это не наша постановка. И последний вопрос у меня к тебе. Что бы ты посоветовала тем ребятам, которые захотели бы к вам присоединиться? На самом деле, главное желание, в принципе, наша цель коллектива вообще, именно нести исторические танцы в массы. То есть независимо от вашего уровня подготовки, к нам можно прийти. И, естественно, может быть, вы не будете там танцевать, как это, очень правильно, с выверенной всей осанкой, в общем, как идёт такая бальная подготовка. Бесспорно, конечно, такого не добьёмся, но какие-то азы получите. И дальше уже, если вас заинтересует, можно куда-то пойти уже более персонально, скажем так, заниматься. Отлично. Я думаю, что все, которые увидят сейчас ваш танец и которые вдохновятся всей этой историей, обязательно потом к вам придут. Смотри, обязательно осматривай, чтобы все были хорошие и талантливые. Я говорю тебе спасибо за наше мини-интервью. Надеюсь, скоро встретимся воочию. Спасибо. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.